Девушки отдыхают 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 И как раз в 95-м году в Марике случился инсульт, и она перестала выходить уже к людям, общаться. И благодаря сильному характеру Марике очень, как вам сказать, поборола эту болезнь, вот она была уже в таком возрасте, поборола эту болезнь и сумела двигаться, и сумела разговаривать. И вот в 97-м году она появилась, через два года она появилась на сцене семинара в Далласе, и я как раз туда приехала, это была моя вторая поездка в Даллас. И когда мы туда приехали, вы знаете, вот я знала, что Марикой болеет, в прошлом году, в 96-м, я ее не увидела, в 97-м не ожидала такого чуда. И вы знаете, мы когда приехали, вся делегация вот наша, и все люди, которые нас сопровождали, и весь семинар в Далласе в Америке, все были какие-то, знаете, загадочные такие, загадочные, что-то должно произойти, что-то неизвестно. И вот в третий день мы заходим в зал, где семинар нам дают по свечке электрической, сейчас думаю, зачем это, зачем это? А перед этим в Челябинске, когда я была, к нам приезжал Макаревич с Мышиной Времени, ну это был 97-й год, да, вот почти 20 лет назад, и тогда концерт был во дворце спорта, и вот он там пел свои песни, и во дворце спорта битком же был зал, я была на этом концерте, все достали зажигалки, телефонов тогда еще не было, зажигалки. И вот это вот все махали зажигалками, а я сидела вот так и думала, боже, вот тут сейчас что-то загорится, где-то там на Верхантуре берет купил, и думаю, мама дорогая, вот, и когда свечку выдают в Далласе, ну зачем это, я спрашиваю, она не загорится, и как лет нет, она и не втечет. Ну и вот семинар идет, и эти дни там празднования, там учебствования, и вдруг на сцену приезжают огромные свечи, и знаете, такой вот прямо из этих свечей, какой-то салюта. «Дю-дю-дю-дю» и «Бено» все стало, как реально, глаза не видно, а потом вот эти вот так цепушки все, вот эти золотенькие, все отсыпались, 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 и я смотрю, на сцене стоит Мэйты, рядом с ней Орлит Ланадс, тогда национальный Орлит, номер один в мире по доходу, и Том Годли, тогда он был генеральным директором Мэйты, исполнительным директором, генеральным директором Василия Мэйты. И вы знаете, вот в тот момент, когда я увидела Мэйты, вот что-то такое со мной произошло, и вдруг я чувствовала, что меня вот как-то держат, что-то такое, я, значит, утруся, меня держат. Наша делегация сидела в портеле на последнем ряду, ну, там, ну, ряду в 40, наверное, будет, да, все было видно хорошо, все на высокой, но в конце. И вот это, когда я начала вырываться, я, ну, знаете, вы вообще, ну, не понимаю до сих пор, сколько лет прошло, я от последнего ряда портера добежала на сцены, и меня за плечи держали охранники на сцене. Я видела прикрепить вас, вот, да, вот, просто вот так, а я, вот, это был такой порыв, такой вот восторг, такое вот чувство, я, наверное, на сцены завязывала, ну, вот они у меня держали, да, вот, держали. Ну, я видела Мари Хэй, и, знаете, она вот, ну, половину лица у меня не двигалась, а половину лица вот так рукой сделала и говорит, «Югантует», вы это можете, да, вот, «Югантует». И тут весь зал так запел песню Мари Хэй, а я же был Мари Хэй, но давно прибегаясь, мои сайки, мои руки, голова и ноги, и вот этот взял пел, я же не знала, что это такое, он взял, пойдет, меня за руки держат, Мари Хэй, Мари Хэй, бодрый, да, улыбается, машет, потом Орлина Ренатова это читала в весну, а от Мари Хэй, конечно, я помню, что это не говорилось, но я помню, что это не смею делать, что избирайтесь на вершину, и вы это можете, да, вы делаете то, что вы можете, как можно больше, а то вы делаете, вы это можете. И вот, 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 письмо Мари Хэй читали, Мари Хэй помахала, и опять, вот, 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 фильм Мари Хэй, да, и, когда все опала, сцену пустая, а вот песня там какая-то музыка начала играть, и тут в тот момент, знаете, я, может быть, не сразу поверила в компанию Мари Хэй, меня уволили, Надя, я учитель, меня уволили 25 мая, без отпускных, да, потому что директор вызвал, меня к тому моменту дочка уехала в Англию учиться, и сын уехал в Америку учиться, представляете, учителя с доходом 50 долларов в месяц, да, я сумела вот за 4 месяца отправить сына в Америку, и следом через 2 месяца 3 тысячи долларов отправить дочку учиться. Это деньги, которые я заработала в Мари Хэй, вот, сразу, когда в 95-м году. И вы знаете, вот, что я хочу сказать, что когда, когда мне сказали, выбирая Мари Хэй или школу музыкальную, где я была учителя, 14-го года, да, 130 рублей зарабатывала в сумасшедшие деньги, вот, и я сказала, нет, я, ну, как у меня дети, я для них, вот, да, сегодня день мамы, и я такая мамочка повернутая, все, для детей, и на сегодня, вот, прошло время с Мари Хэй, да, дочка закончила один из лучших университетов мира, получила престижную работу, продвигается по карьере, по нашему, она сейчас кандидат, кандидат на русский, да, по нашему, прекрасный дом, муж, двое детей, сына 3 высших образования, бизнес в трех странах, то есть это одно из образований на английском языке, и это все деньги, вот, понимаете, все деньги, которые зарабатываются с компанией Мари Хэй. И когда я вам вначале сказала, что в нашей национальной лифи 23 автомобиля, я села, думаю, как это так? Вроде бы, я последний раз считала, у нас было 17, да, автомобилей, то у меня 23, потом села, калькулятор открыла, и начала тыкать, 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 девочки, я ошиблась, 39 автомобилей у нас. Смотрите, кризис с 14-го года, с 14-го года кризис, за 1-й квартал 2016 года, август, сентябрь, октябрь, Мари Хэй. Наши лидеры заработали денег больше, денег заработали больше, компания выплатила больше, чем в прошлом году, в 15-м, за такой же период, в 14-м, в 13-м и в 12-м. Представляете? Кому-то кризис, кому-то есть нечего, кому-то денег нет, а кто-то зарабатывает больше. И для меня это говорит о том, что мы молодцы, мы можем зарабатывать. Компания Мари Хэй, это компания не шуточная, это компания классная, это компания, где, любя свою работу, мы, конечно, шутим, да, вот по поводу того, что, ну, на самом деле, я сейчас на работе, у меня рабочее время, я приехала на работу. Понимаете, на самом деле, сейчас наслаждаюсь общением с вами. И еще хочу один момент сказать. За август, сентябрь, октябрь, наша национальная метка привлекла новичков, компания Мари Хэй, зарегистрировала больше, чем за такой же период, в 15-м, в 14-м, в 13-м и в 12-м году. Я когда делала анализ вот этот, да, я, в принципе, своим глазам не поверила. И это еще одно достижение того, что если вы думаете, что продукция не продается, неправда, продукция продается. Если вы думаете, что люди не выбирают Мари Хэй, неправда, люди продолжают выбирать Мари Хэй, сейчас даже больше, чем раньше. И я хочу вам передать большой привет от Дичарда Роджерса, он сейчас, это сын Мари Хэй, он очень старенький, и я даже не могу вам точно сказать информацию, на земле он или на небесах уже, нет у меня этой точной информации. Вот, но я его помню, я с ним общалась, он со мной разговаривал, я с ним фотографировалась. А Райан Роджерс, это, ну, Мари Хэй, сейчас он наш владелец компании, да, вот, Райан Роджерс, он, я с ним за ним столом сидела, я с ним, потом, как мы в другой вам раз расскажу, как мы с ним разговаривали о баспине, о горных лыжах. И я приезжаю, и сын им говорю, слушай, сын, я вас устраиваю Роджерсу, он в Москве ездит на курорт, катается на горных лыжах. Сережа говорит, а какие проблемы, мама, а какие проблемы, сын мой, моего сына зовут Сережа. И я уехала куда-то в командировку, приезжаю, он говорит, так, мама, сейчас мы с тобой едем. Привез меня в магазин, купил мне горные ботинки, горные лыжи, костюм, перчатки, купил мужу все, и мы поехали в ближайшее воскресенье, взяли тренера, сын взял для меня тренера, и тренер у меня поставил горные лыжи. И он говорит, ну мама, теперь ты можешь разговаривать с Райдом, как золоток, да? То есть вот это. Поэтому я желаю вам очень внимательно, очень серьезно отнестись к своему сотрудничеству с компанией Морякей, независимо от того, что вы хотите от этой компании, берите все, что можно. И вот до конца ноября за каждого новичка, которого вы приведете в компанию, Морякей, сама компания, даст вам специальный сертификат 500 рублей, который вы сможете обналичить при завязке в декабре. И вы знаете, кому 500 рублей не деньги, тем и здесь. А вот кому 500 рублей это деньги, это здорово. А если вы привели же двух новичков, тысяча, а если пять новичков, две с половиной тысячи, и согласитесь, что за такие деньги, это ну-то где-то надо работать достаточно много. Если учесть, что средний, средний доход Челябинской области, по данной статистике, 17 тысяч рублей. И согласитесь, что за 17 тысяч рублей не купишь машину, правильно? И ты не купишь машину. Тем более на пенсии, с пенсии 7,660 рублей. Это моя пенсия. 7,650. И девушки молодые, а потому что вот те, кто, мама моя получала 16 тысяч, да, наше поколение получает 7,650, а ваше поколение вообще не все. Не думайте, что вы такие, а у меня старший сумасшедший, так и не надо. Учитель с высшего образования, я учитель с высшего образования. А денег государства не платит. Вот так что. Жмите. Спасибо вам огромное. Не забудьте за меня коснуться, когда будете уходить, и рассказать своим клиентам о том, что вы знаете, кто такая Крикерия. Хорошо? Ну, пожалуйста. Сейчас, когда Людмила рассказывала о том, как она бежала в сцене, я вспомнила притчу. Рано утром, когда поднимается солнце в саванне, просыпается лев. Он лежит за ланью, чтобы ее съесть. Рано утром, в той же саванне, когда поднимается солнце, просыпается ланью. И она вынуждена бежать, чтобы не съел ее лев. Так вот, когда Людмила спрашивала, секрет мой, чтобы насытиться, и чтобы тебя не съели в этом эфире, надо бежать, как только поднимается солнце. Спасибо, Людмила, за выступление. Спасибо. Спасибо. Вы знаете, если у меня есть идея, и у вас есть идея, и я поделюсь с вами своей идеей, а вы своей со мной, в итоге у каждого будет по две идеи. Мэри Кэй построила всемирную компанию на золотом правиле. Она сделала это с решимостью, теплотой, чувством юмора и стойким следованием принципов. Вы – будущее нашей компании. В ваших руках наше будущее. Пообещайте мне, что вы сохраните мечту.